Больше не горим. Жара отступила и погода внесла свои коррективы в работу спасателей. За прошедшую неделю диспетчерской службой округа зафиксирован один лесной пожар на сравнительно небольшой территории, который удалось быстро потушить. Но это не значит, что пожарные были без работы. В Садовом товариществе белые пески и в селе Усадище горели бани, а в СНТ «Дружба» 1 сентября огненная стихия охватила дом. К счастью, обошлось без пострадавших. На повестку недели встал и вопрос детской безопасности в быту. Трехлетний малыш оказался в больнице с отравлением препаратами. 1 сентября в половине второго ночи в педиатрическое отделение Воскресенской больницы поступил ребенок 2019 года рождения с признаками отравления препаратами. На момент госпитализации состояние пациента оценивалось как удовлетворительное. К счастью, угрозы для его жизни нет. Никогда не лишне напомнить, что жизнь ребенка требует особого внимания взрослых в любое время года и в любой обстановке. Халатность и спешка по-прежнему приводят и к авариям на дороге. В поселке Хорлова возле Белой горы в последний день лета столкнулись два легковых автомобиля. Пассажирка одного из них получила травму. К счастью, госпитализация не потребовалась. Всего же в единой дежурной службе округа за прошедшую неделю было принято 2604 вызова. Это меньше, чем в предыдущий период. Какой будет нынешняя неделя, покажет время, но точно напряженной для диспетчера. С 5 сентября по подмосковному проекту «Система 112» вызовы на короткие номера экстренных служб автоматически переводятся на единый номер 112. Приоритетный проект предусматривает создание единой точки приема всех вызовов экстренных оперативных служб. При этом использование жителями привычных прямых коротких номеров 01, 03, 04 не отменяется. И при желании заявителя оператор системы 112 переведет вызов на диспетчера нужной службы. Спасатели всегда готовы прийти на помощь, даже к животным. В СНТ «Чайка» возле села Потаповское вызволяли собаку. Хозяева долгое время отсутствовали, оставив питомца на привязи во дворе. Четвероногий охранник запутался в цепи и нуждался в помощи. Неравнодушные жители вызвали спасателей, которые успешно вызвалили животное из плена. «Тяни, тяни!» «Понижено!» «Все! Завели, ребята!» «Отлично, отлично!» Юлия Теунова, Дмитрий Волнов. Новости Искровект.